В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. Накануне в Минск из Бразилии прибыли белорусские паралимпийцы. На родине их тепло приветствовали болельщики, родные и друзья. Наша страна вошла в топ-20 стран медального зачета паралимпиады. В копилке белорусской сборной 10 медалей. 8 из них высшие пробы. С наградами белорусских спортсменов в аэропорту поздравила и наш корреспондент Алена Сырова. Несмотря на дождливую и по осеннему прохладную погоду, в национальном аэропорту Минск в ожидании золотого рейса из Рио было по-бразильски жарко. Встретить героев паралимпиады 2016 собрались совсем маленькие поклонники спорта и болельщики со стажем. Ко встрече готовились одинаково тщательно. Это очень большой труд и вы не представляете сколько всего стоит за этими медалями и даже за выездом на саму олимпиаду. Я пару раз была на их тренировках. Это было очень удивительно. И когда мы видели это все по телевизору, это было чудесно, великолепно. У меня просто нет слов. В толпе встречающих среди охапок цветов и плакатов, застыв от волнения и трепета, ждут не просто олимпийских чемпионов, но и близких людей. Родители тех, благодаря кому на этих паралимпийских играх белорусский гимн играл 8 раз. Мы уже прошли много. У нас уже есть 10 олимпийских медалей. Из них 3 золотые. Мы переживали, как всегда за каждый старт переживаем. Игорь выходил с нами на связь, всегда связывался с нами. Очень рада, что он прославил наш город Бобрусь, свою фамилию, своих родителей. Ну и естественно, конечно, нашу страну. Очень горжусь им. 14 часов пути. В глазах чемпионов абсолютно ожидаемо читается усталость. Однако они, смущенные таким вниманием со стороны прессы, мужественно отвечают на многочисленные вопросы журналистов. Уже времени мало. Надо готовиться к следующей олимпиаде. Пойду в зал тренироваться. Пакии же хотелось бы подтвердить. Попробуем. Самый титулованный спортсмен этих паралимпийских игр Игорь Бокий привез с собой из Рио 6 золотых олимпийских медалей и одну бронзовую. Обновив при этом два мировых рекорда. Впрочем, без преувеличения мировая звезда на достигнутом останавливаться не собирается. Эта паралимпиада очень удачно прошла. Было очень красочно. Было очень тяжело бороться. Но мы готовились очень усердно к этому. Так что я очень рад, что у нас все получилось. Получилось реализоваться на этих соревнованиях. Заслуженный отдых предстоит далеко не всем белорусским медалистам. Сезон еще не закончен, а это значит, что впереди многочисленные тренировки и новые важные старты. Алена Сырова и Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Один из самых представительных экономических форумов «Еврорегион Неман» открывается сегодня в Беларуси. Для его проведения по традиции выбран город Гродно, который располагается в 20 километрах от границы с Евросоюзом. На одной площадке соберутся более 160 участников из Беларуси, Польши и Литвы. За два дня форума бизнесмены не только познакомятся с потенциальными возможностями своих коллег, но и заключают контракты. Ожидается, что выставку также посетят представители ДИП-корпуса, делегации деловых кругов и органов госуправления регионов Чехии, Бразилии, Пакистана и Китая. Отмечу, что за время существования экономический форум поспособствовал созданию нескольких сотен совместных предприятий. Открыл рынки соседних государств для белорусских товаров. Кроме того, во время «Еврорегиона Неман» запланировано проведение инвестфорума. Средственный комитет завершил расследование уголовного дела о мотоциклисте, сбившего сотрудника ГАИ. Согласно полученным данным, 18 апреля этого года байкер умышленно выехал на трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора и блокировал движение транспорта. Находящийся рядом сотрудник ГАИ потребовал заглушить двигатель и предъявить документы. Но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. При этом он потащил за собой инспектора и столкнулся с ехавшим автомобилем. В результате сотрудник милиции получил тяжелые травмы и в течение полутора месяцев находился в коме. Средство установило, что мотоциклист мог затормозить и не допустить ДТП, но не сделал этого. Точку в этой истории поставит СОД. На основании собранных следствием доказательств водителю мотоцикла предъявлено обвинение по двум составам преступлений. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и сопротивление сотруднику ГАИ. Обвиняемый находится под стражей. В московском Гальяново в результате мощного пожара выгорел склад пластмассовых изделий. Сражаясь с огнем погибли 8 спасателей. Они работали на крыше здания, чтобы создать водяную завесу для охлаждения газовых баллонов. Во время обрушения кровли из-за плотного задымления и сильного пламени спасатели не смогли покинуть здание. Надежда на их спасение отеплилась до последнего. Несколько часов назад, когда пожар был потушен, тела всех извлекли из-под обломков. Предполагается, что причиной инцидента стало нарушение мер безопасности владельцам склада. В Беларусь начинают прибывать участники закрытия мотосезона 2016. Сегодня они будут знакомиться с достопримечательностями нашей страны. Иностранные туристы посетят многочисленные замки и исторические места Синеокой. Для них разработаны специальные маршруты. Планируются остановки в Мире, Несвеже, Беловежской пущей и Гродно. Официальное закрытие мотосезона состоится уже завтра. Ожидается, что Минск соберет около 4000 байкеров из 15 государств. Это представители Беларуси, России, Прибалтики и стран Западной Европы. К слову, для участников фестиваля организован безвизовый въезд. Четверть века исполняется сегодня музею Марка Шагала в Витебске. За 25 лет работы он стал визитной карточкой, брендом города, который привлекает многочисленных туристов из всех уголков мира. В его коллекции около 300 оригинальных работ известного автора, среди которых есть и уникальные. Кстати, первым экспонатом четверть века назад стала последняя работа мастера. Литография под названием «К иному миру». А попала она в Витебск не совсем обычным способом. В то время Витебск заключил договор об обратимстве с небольшим немецким городком Нинбург из Нижней Саксонии. И по счастливому совпадению оказалось, что в частной коллекции мэра города Нинбурга оказалась работа Шагала. Мэр города Нинбурга принял решение подарить работу Витебску. По случаю праздника в Витебском арт-центре Марка Шагала сегодня открывается выставка, посвященная истории становления музея. И напосредок о самом долгожданном и любимом празднике белорусов. До Нового года осталось 100 дней. Отчет 2017-го начнется открытием первого в столице праздничного базара в одном из универмагов. Покупателям предложат разнообразные товары. От елок до сувениров с огненным петухом, символом будущего года. На этом у меня пока все. Следующий выпуск в 13.30. До встречи.